Популяция лосей в Тверской области растет. На сегодняшний день в лесах региона специалисты насчитали более 25 тысяч особей. Это больше, чем в ряде соседних субъектов. С одной стороны, это неплохо, но с другой стороны, нередко выходя на трассы, они становятся причиной ДТП. Иной раз со смертельным исходом. Наш корреспондент выяснил, что заставляет Сахатах пересекать оживленные шоссе и что делать водителям в таком случае. По данным ГИБДД, за пять месяцев текущего года на дорогах в Верхневолжье произошло около сотни ДТП с участием диких животных. Например, 9 августа в результате столкновения автомобиля из Сахатова погибла женщина. Еще один взрослый и трое детей получили травмы. Удар был такой силы, что у седана снесло крышу. Средний вес Сахатова 300-400 килограмм. Рост от 2,5 до 3 метров. Поэтому само животное сильно страдает и нередко погибает. Даже легкий удар по лосю транспортного средства приводит, как правило, к тому, что у него складываются ноги, он не может устоять. Для него асфальт очень скользкий. Лось высоконогий. Он обычно заваливается на капот машины. И даже при небольшом столкновении, сваливаясь с машины, он продолжает машину бить. Причем копытами он бьет во всех направлениях. Причем в Сахатах можно встретить даже на городских улицах, если через населенный пункт проходит лосиная тропа. В Твери это Санкт-Петербургское шоссе. Здесь ДТП с лосями случаются несколько раз в год. Количество столкновений возрастает в период миграции лосей. Это весной, когда идет массовый отел лосих. И ближе к осени, когда начинается брачный период и нашествие слепней. Время активности с полуночи и до двух ночи. И с пяти до девяти утра. Чтобы неожиданная встреча водителя и лося на трассе не закончилась трагедией, специалисты рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки. Дорожный знак 1.27. Дикие животные. Должен заставить водителя включить внимательность на максимум. А если вдруг встреча с лосем произошла, водитель заметил его издалека, то стоит, во-первых, снизить скорость. Во-вторых, не мигать светом и громко не сигналить. Ведь животное может испугаться и неадекватно себя повести. За сбитого лося водителю придется выплатить 80 тысяч рублей, если нет полиса ОСАГО. Если есть, то возместит страховая. А вот ремонт авто за свой счет. В любом случае при таком ДТП необходимо вызывать ГИБДД, чтобы задокументировать факт столкновения. Оставлять место нельзя. За это могут лишить прав. А если погрузить сбитого лося в багажник, то это и вовсе расценит как факт браконьерства.